Ремонтные работы в школе-интернате номер 26 сейчас идут полным ходом. Но уже к осени здание будет полностью готово для образовательного процесса. Эта школа и еще пять других вошли в федеральный проект по капитальному ремонту школ. Федеральная программа была объявлена президентом России Владимиром Путиным. Ее реализация находится на постоянном контроле у губернатора Алексея Русских. По его поручению на строительную площадку школы выехала министр просвещения и воспитания Наталья Семенова, которая проконтролировала ход работ. Слова благодарности нашему президенту за эту программу, коллегам из Федерального министерства просвещения и нашему губернатору за поддержку. Этот год для нас это шесть объектов. Капитальный ремонт в соответствии с федеральными требованиями предполагает порядка 14 видов работ разных. Они определены в зависимости от потребности каждого объекта. Но это и фасад, и кровля, и замена окон, и инженер, ремонт пищевого, ремонт спортзала. В регионе заложили необходимые средства на реализацию проекта. Деньги направят на приобретение учебников, повышение квалификации педагогов, благоустройство территории. В целом на шесть школ в этом году в бюджете выделено около 400 миллионов рублей. На школу номер 26 выделили 100 миллионов. Подрядчики гарантируют, что до 15 августа ремонтные работы здесь будут завершены. В этом году наша школа попала в программу капитальный ремонт развития образований 2022. Мы очень обрадовались этому, потому что школа наша с 1960 года здание было построено. Ведется в данный момент демонтаж фасада, снятие старого профлиста и будет произноводиться обновление нового. Внутренние работы. Сейчас ведется демонтаж санузлов. В них уже полностью электрика сделана. И подрядчик готов уже приступить обшивать стены ГВЛ и готовить стены под плитку. Реализация проекта находится под пристальным контролем общественной палаты, депутатского корпуса и родителей. Ребенок Оксаны Ильиной учится здесь с начальной школы и уже перешел в восьмой класс. Дети и родители довольны образовательным процессом, отношением учителей к детям и учебной программой. А сейчас благодарны региональной и федеральной власти за долгожданный ремонт. С первого по пятый класс действительно деточки у нас здесь находились на продленном дне. Они занимаются, они гуляют, они делают уроки. Сейчас мы старшеклассники уже в восьмом классе. И были очень рады, что в этом году мы попали в такой прекрасный проект. Просто не ожидали, что будет капитальный ремонт школы. Так как школа сама хорошая, все-таки требуется поддержка, необходимый ремонт, необходимо благоустройство. И самая большая радость, что мы знаем сейчас, что на данном этапе после капитального ремонта мы попадаем в следующий наш проект «Добра школа». После проведенных работ школа номер 26 будет соответствовать самым современным стандартам. В каждой из шести школ Ульяновской области, вошедших в федеральную программу капитального ремонта, разработана дорожная карта его реализации.